Всем доброе утро, мои хорошие! Вот и наступил день взвешивания. Я как раз неделю назад, вот ровно неделю назад, я начала худеть, начала соблюдать диеточку, правильно питаться. Ничего сладкого, ничего жирного. И в общем, я сегодня взвесилась. И я вам хочу сказать, я сбросила 1,8 кг. Это очень хороший результат, хочу сказать. Это говорит о том, что я на правильном пути. Ну, буду продолжать дальше, в общем, продолжать в том же духе. Но я уже чувствую немножечко полегче, в общем, как бы вот живот, как бы немножко спал, да, ощущение есть. Вообще, я даже не ожидала такого результата. Обычно я сбрасывала, когда раньше худела, сбрасывала где-то 1,2 кг в неделю, а сейчас 1,8 кг. Ну, может быть, вода ушла или что-то вот в этом роде. Но обычно первые результаты, они бывают хорошими, потом бывает какой-то застой. Ну, в общем, всё хорошо. А ещё я купила себе новую тарелку. Глубокую тарелку я купила новую. Моя глубокая, которая была, она очень сильно глубокая. И когда вот наливаешь туда суп, вот борщ, например, да, если чуть-чуть налить, кажется, мало. Визуально должно казаться, что немало. Поэтому вообще обычно рекомендуют взять какую-то небольшую тарелку и в неё тогда уже накладывать себе еду, чтобы визуально казалось, что она полная. Тарелку нужно брать поменьше. Поэтому я пошла в магазин и купила себе суповую тарелку, но только мелкую. Я вам сейчас покажу, какую. Ну вот, вы можете сравнить. Вот эта тарелочка новая, которую я купила. Видите, она какая. А эта, которая у меня была раньше. Она высокая. Хочу попробовать сейчас налить стакан воды в одну, а потом в другую. Вот стакан воды полный. Я хочу налить сейчас в новую тарелочку. Во! Уже кажется, что прямо полная тарелка супа. И нальём сюда. Вот, а здесь кажется, что мало супа, да? Есть разница? Я думаю, есть. Но теперь я буду кушать с новой тарелки. Вчера, девочки, я ничего не снимала. Я отдыхала. Но я вам хочу сказать, что у меня было на обед. Индейки кусочек небольшой, на пару. И овощи замороженные, которые я покупала. Там цветная капуста, брокколи, морковка. Сделала на пару. И, в общем, нормальный такой получился обед. Ну, а на ужин я поела гречку с молоком. Вот такое питание у меня вчера было. Ну, утро у меня, как обычно, начинается с овсянки, когда ничего другого нет. Если ничего не придумала. Но сегодня я решила сделать запеканку творожную на завтрак. И сейчас хочу я ею заняться, потому что пока она запечется, пока она остынет, чтобы к завтраку она была уже готова. Девочки, на завтрак я все-таки решила покушать углеводы. Ну, у меня сейчас кашка быстров с черникой. А запеканку я уже делаю, но я ее буду кушать, наверное, на полдник или на ужин. Потому что запеканка, она пока приготовится, пока остынет. У меня завтрак будет слишком поздний. Я решила не делать поздний завтрак. Надо, главное, кушать вовремя, соблюдать режим. Ну, все, девочки, я позавтракала и решила сейчас заранее уже приготовить в мультиварке грибной супчик. Ну, для этого мне нужно примерно 300 грамм картошки, 100 грамм морковки, небольшая луковица, грамм на 80. Этого даже много и меньше сделаю. И замороженные можно грибы, можно сушеные грибы. Только сушеные надо будет вымочить. Замороженные разморозить. Ну, грибов замороженных 350 грамм или 300 грамм. В общем, полпачки вот это я сделаю, шампиньоны. И все. В общем, овощи сейчас надо будет порезать кубиками, примерно по 1 сантиметру. Грибы разморозить и все это сложить в мультиварку, залить водой 1,5 литра и поставить на режим суп 40 минут. Все, я все нарезала и заливаю сейчас водичкой это все. Я, наверное, воды налью, может быть, меньше, сейчас посмотрим. Я не хочу, чтобы слишком жидкое было, это уже на любителя. Ну, чуть больше литра налила воды. Я думаю, этого достаточно. Ну и все, ставлю режим суп. Это будет без зажарки, без ничего, без масла, просто вареные овощи с грибами. Будет такой легкий супчик. Режим суп на 40 минут. Ну, а на плите у меня варится картошка и свекла. На ужин я сделаю винегрет. Винегрет и что-то мясное или рыбное посмотрим. Девочки, супчик грибной у меня готов. И вот я налила в новую тарелочку. Вообще классная тарелочка. Тарелочка обманка, можно сказать, да. Такое впечатление, что вроде бы как и она полная, но так как она не очень глубокая, эта тарелка, получается, что здесь немного. Ну, вот стакан где-то получается. Вот таким вот образом можно снижать порцию, уменьшать порцию. Хочу попробовать супчик. Супчик я посолила уже в конце варки. Я просто вначале, честно говоря, забыла посолить. Легкий такой бульончик. Вы видите, он даже без зажарки. Вообще, если не на диете, то можно сделать зажарку. Вот морковку с луком можно немножко, как бы зажарочку сначала сделать, потом картошку положить, а потом уже грибы. То же самое я уже делала с супчик. Ну, этот будет такой вообще не жирный. Ну, и хорошо. На вкус он ничем не отличается. Ну, и в конце я положила еще и зелень. Зелень можно также положить в тарелочку. А можно еще в тарелочку положить сметанки чуть-чуть, если есть. Но у меня сметаны нет, я ее не покупала. Хороший супчик. Но, правда, не хватает вот этого зажарочки. Ну, так как уже привыкла, жирная есть, надо отвыкать. Так что сейчас у меня будет вот такой вот легенький супчик. Девочки, почитала я ваши комментарии. И мне там советуют, кстати, правильный совет мне дали. Первую половину дня кушать углеводы, а фрукты они тоже к углеводам относятся. То есть где-то вот до обеда, да. Я думаю, что это кашка. Можно вторым завтраком поесть какой-то фрукт. А потом уже, допустим, обед. И после обеда уже, к примеру, там какой-то перекус. Ну, уже... Ну, в принципе, фрукты, я думаю, на полдник тоже можно поесть. Потому что до сна еще очень далеко. Вот. Ну, и на ужин белок с овощами. Поэтому я решила сегодня сделать на ужин себе винегрет. Сейчас поем супчик. И потихонечку буду резать уже винегрет, чтобы он у меня уже к вечеру был готов. Ну, а потом уже либо кусочек... У меня есть индейка. Но индейку я вчера ела. Возможно, я просто замороженную рыбу достану. Один кусочек рыбы. И сделаю на пару. В общем, к этому винегрету что-то рыбное или мясное можно добавить. Вот. И вот такой рацион у меня на сегодня будет. Так что оставайтесь со мной. Дальше еще буду я вас подключать. И буду показывать потихонечку, что я буду делать. Запеканочка у меня уже остыла давно. Я ее залью активией вместо сметаны. Потому что в активии жирности меньше. Можно йогурт сделать такой, взять активию. Ну, любым йогуртом нужно залить, я думала. Вот и поем как раз с этим. Вот такой день у меня сегодня, девочки, выдался. И сегодня целый день готовлю. Ну, потому что вот вчера все уже доело, что было. И вот как-то сегодня так вот у меня выдался день, что я сегодня целый день готовлю. Вот. Ну, супчик я вам показала, какой я сделала. Запеканку я не стала показывать, потому что уже я не один раз уже готовила запеканку. Вы знаете, как я ее готовлю. Я сделала 400 грамм, на 400 грамм творога. Сахара только я положила меньше, чем обычно. Остальное все как всегда. Вот. И вместо сметаны теперь я использую йогурт, потому что там всего 2,5% жирности. И это вполне может заменить сметанку. Вот. Ну и все. А на ужин я сегодня приготовлю кусочек индейки на пару. И винегрет у меня будет на ужин. Но ужин я вам покажу. И на сегодня все. Ну, а завтра уже будет день, будет пища. Посмотрим, что мы будем делать завтра. Оставайтесь со мной. Да, забыла еще. Попробовать надо же запеканку. Получилась она у меня вкусная или нет. Все-таки сахара-то я положила меньше, чем обычно. Очень даже вкусная. Ну, не настолько сладкая, но вполне нормальная. Я положила, как всегда, туда еще изюм, потому что, ну, сухофрукты, это фрукты тоже нужно есть. И он придает тоже немножечко сладости. Но если у вас творог будет очень кислым, сахар уже положите по вкусу. Вот такой у меня, девочки, ужин сегодня. Индейка на пару и винегрет. Винегрет с красной фасолью, с горошком, со всем. Очень вкусненький получился. Я уже его попробовала немножко. Ну, вот и все. У нас сегодня все закончили. Все, еду закончили. Всем доброе утро, мои девочки. Вчера уже не хватило сил что-то вам вечером говорить. В общем, целый день готовила и устала. Но сегодня уже другой день. Свежими силами. Утро. На улице солнышко. Кстати, вчера очень пасмурно. Целый день было, как вечер, темно на улице. А сегодня солнышко. И вот оно очень хорошо влияет на настроение. У меня сегодня хорошее настроение. И я немножечко хочу с вами поболтать. Я почитала ваши комментарии. И хочу вам сказать спасибо тем, кто откликнулся и написал мне что-то конкретное. Ну, я всегда слушаю разные советы, но всегда прибегаю именно к тем советам, которые мне подходят, которые мне приемлемы. И вот что мне понравилось, с чем я все-таки соглашусь, это что утром нужно кушать углеводы, ну, жирную пищу для тех, кто не худеет первую половину дня, да. Но я жирную сейчас ничего не ем жирного, поэтому углеводы, фрукты, каши, в общем, медленные углеводы. Ну, сладкое, естественно, и мучное мы исключаем сейчас. Вот, в обед можно покушать супчик какой-нибудь с кусочком мяса. Ну, и на вечер оставить белковую еду с овощами. В общем-то, вот это мне все подходит. И я буду придерживаться вот этого совета дальше. Кто-то там написал, что лучше вообще перестать есть. Вот там три дня кто-то там не ел совсем. Девочки, нельзя голодать, особенно тем, у кого со здоровьем не все в порядке. Ни старым людям, ни молодым детям, например, голодать вообще нельзя. Ну, вообще, в принципе, никому нельзя голодать. Это вредно для здоровья, потому что организм должен получать необходимые вещества для того, чтобы было здоровье. Потому что, ну, в еде есть не только вред, но в какой-то еде есть и польза, и необходимые компоненты для организма, для ногтей, для волос и так далее. Поэтому питание должно быть сбалансированным. Просто нужно уменьшить свою порцию, если вы привыкли много есть. И исключить вот из рациона, в общем-то, быстрые углеводы, сладости. Хочу вам сказать, на сладости меня совсем не тянет. И если вот какой-то там захочется, там десертик или что-то, ну, я фрукты ем тогда. Я думаю, что лучше все-таки съесть там какую-то грушу, хурму, тот же банан, чем съесть пирожное, например. Это совсем разные вещи, да. И разная польза для организма. Поэтому сейчас вам хочу сказать, в общем, даже на шоколад меня не тянет. Хотя у меня есть горький шоколад на всякий тот случай, если прям захочется чего-то сладкое. Ну, нет, не сладкое не тянет. Выпечку я не покупаю, пирожные не покупаю. В общем, немножко с хлебушком кушаю, но хлеба тоже ограничиваю, чтобы немного есть хлеба. Стараюсь. Хлеб отрубной беру, вы уже знаете. И, в общем, все нормально. Я так думаю, что на такой диете, которую я избрала сейчас, можно очень долго продержаться, в принципе. Но, опять-таки, вот при похудении, даже, как вот кто-то написал, один день в неделю, ну, я думаю, что, наверное, может быть, один день там в две недели, можно отдать себе слабину и покушать то, чего хочется. То есть, если у вас процесс похудения идет нормально, то где-то можно там себя побаловать, если один раз за какой-то долгий период времени вы покушаете то, что вам хочется покушать, но ничего страшного не будет. Я это тоже уже проходила. И, в общем, скажу вам, что да, нормально. Самое главное, что... Ну, главное во всем меру знать. Вот и все. Кто худеет вместе со мной, тем желаю тоже держаться. Главное, не надо впадать в крайности. Не надо стремиться прям быстро худеть, потому что те, кто быстро худеет, они потом быстро набирают вес. Нужно просто приучить свой организм к правильному питанию, то есть вот то, что уже я вам сказала, да, и потихоньку просто свои привычки менять, и все. Ну, привычки, они, как правило, меняются где-то недели через три, уже приобретаются новые привычки, поэтому, может быть, первые три недели кому-то тяжело, ну, подержитесь немножечко. Если что-то хочется куснуть там вечером, ну, кусните чуть-чуть. Главное, просто чуть-чуть и немного, ну, и нерегулярно, да. Вот, ну, всем, кто делает со мной зарядку, всем, кто перешел на похудение, на правильное питание, я всем желаю успехов. Благодарю всех моих подписчиков, кто пишет мне дельные комментарии, которые дельные советы дают. Вот, я прислушиваюсь к ним. Мне очень нужна ваша поддержка, а кому-то из вас, может быть, нужна моя поддержка. Так что будем, девочки, держаться вместе дружно. Вот, ну, а сейчас, девочки, я хочу на этом видео свое закончить. Эту тему мы будем продолжать еще. Ну, я буду вас, конечно, держать в курсе, что я ем, что я не ем. Если что-то там, как я готовлю, в общем, будет это все присутствовать в моих влогах. Оставайтесь со мной, ставьте лайки, чтобы не потерять какие-то видео, какие-то рецепты, советы. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч, девочки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok